Добрый день, дамы и господа! После небольшого перерыва, небольшая прослойка на главу Итро, долгожданный гость. В этой главе Тор рассказывает нам, что Итро, тесть, а скорее всего Шурин, Мошарабейну привел жену Мошарабейну и его детей к нему, и произошла встреча в пустыне у горы Синай между Мошарабейну и Итро, в которой Мошарабейну проявил очень высокое гостеприимство по отношению к человеку, чья семья когда-то приютила его беженца, отдала ему работу, кровь и даже жену. В беседе между Мошарабейну и Итро Мошарабейну рассказывает Итро о выходе евреев из Египта, в результате чего Итро возносит хвалу Всевышнему и признает Бога самым сильным, однако он не останавливается на этом и также приносит жертвоприношение Всевышнему. Но что интересно, что это единственный раз во всей Торе и скорее всего единственный раз во всем Танахе, когда жертвоприношение приносится не четырехбуквенному имени Всевышнего, а имени Элоким. И взял тесть Моше или Шурин его о ла жертве всесожжения и звахим ле Элоким имени Всевышнего Элоким, символизирующего силы природы. Пришел Аарон и все старейшины Израиля кушать хлеб с родственником Мошарабейну по его жене перед Всевышним. Вот этот вот единственный раз в Торе, а может быть даже в Танахе, где жертвоприношение приносится, кошерное жертвоприношение, монотеистическое жертвоприношение приносится Всевышнему, этому имени встречается только здесь у нас в Торе. При этом, если мы посмотрим в главу Мишпатим, там открыто евреев учит Всевышний. Зовех ле Элогим я Харам. Тот, кто будет приносить жертвоприношение к Элогим, будет уничтожен. Здесь под Элогим скорее всего подразумеваются чуждые божества, но то, что наши учителя Миссоры, Баалей Миссора поставили маленький комат, вот это под буквой ламит что-то вроде русской буквы Т, показывает, что здесь спрятан определенный артикль, то есть здесь намекается и на имя Всевышнего тоже. Только четырех буквенному имени Всевышнего можно приносить жертвоприношение. И это в Торе выдерживается везде, кроме нашей строчки. Это бесспорно вызывает очень серьезные дебаты у наших комментаторов. Так, Яков Цви, Мекленбург, Великий Раввин, напишавший имя книгу «Октава и Акаббала», очень серьезный аналитический текст, говорит, что такое, почему не используется четырех буквенное имя. Ведь у нас в Торе на эту тему очень-очень осторожно относятся, даже во всем Танахе никогда не ассоциируется жертвоприношение с именем Элоким, символизирующим силы природы, чтобы ни в коем случае у людей не создалось впечатление, что Всевышний повелел служить силам природы или как-то их задабривать. Поэтому очень для него удивительно, как такое было. И говорит он, может быть, из-за того, что Итро не знал еще, что нужно... Нельзя этому имени приносить жертвоприношение, может быть, поэтому он отнесся как-то к этой информации, то есть не знал этой информации, и Мошарабейну отнесся к нему гостеприимно и не стал его критиковать. Хотя четырехбуквенное имя Всевышнего Итро бесспорно знал и даже упоминается в его прямой речи. Также великий комментатор Торы, великий раввин из города Пресбург, ныне Братислава, Хатам Софер, тоже выражает очень серьезное удивление, почему Итро приносит жертвоприношение Ле-Эл-Логим. То есть и этому имени Всевышнего, который запрещается, по крайней мере, для евреев. И опять же он также отвечает, что Итро, который только пришел в иудаизм, он еще не был большим профессионалом, и он не знал, что такого рода корбан, он вообще по еврейскому закону не кошерное жертвоприношение. И нельзя от него иметь никакой пользы, тем более кушать такой корбан. Но при этом из уважения к нему, ни Мошерабей, ни старейшины Израиля Аарон, этот корбан не кушали, а кушали только хлеб. На этой трапезе деликатно намекнуть ему, что может быть что-то, что он сделал, не совсем правильно и аккуратно. Это говорит Хатам Софер, если вы посмотрите, автор фильма о Ten Commandments американского, тоже здесь может быть именно благодаря этому изобразил то, что вот рядом с Мошерабейну здесь находятся лепешки хлебные, а вот рядом с Итро находится некая другая еда, скорее всего мясная. То есть в той степени, в которой в иудаизме существует теология, имя четырехбуквенное Всевышнего ассоциируется с Мидат Арахамим, ассоциируется с Всевышним, находящимся вне этого мира. При этом имя Элоким, ассоциирующееся со Всевышним, в данном случае является выражением силы Всевышнего в законах природы, в силах природы. Также называется в Талмуде Мидат Адин. И вот Тора учит нас, что задабривать Мидат Адин или приносить жертвоприношение Мидат Адин, это запрещено по-еврейски. И вот Итро, судя по всему, этого не знал. Также интересно заметить, что, судя по всему, этого даже и предок Итро и Мошарабейну Авраам Авину тоже, скорее всего, изначально не знал, потому что, когда Всевышний испытывал его и говорил ему принести в жертвоприношение Ицхака, это тоже исходило от имени Элоким. Элоким испытывал Авраама и сказал, возьми своего сына и принеси мне его как жертву всесожжения. Если бы тогда Авраам Авину знал, что этому имени жертвоприношение приносить нельзя, то он бы изначально понял, что это был просто тест и испытание. Также, когда Авраам Авину заносит нож над своим сыном Ицхаком, в последнюю секунду имя Всевышнего в тексте в главе Акида меняется, и вместо имени Элоким вдруг появляется четырехбуквенное имя, которому в конце Авраам Авину приносит жертвоприношение барана. Всем большое спасибо, всего самого наилучшего и внимательного чтения Торы.